Лос-Анджелес 15 апреля 1973 год Перевод Ох Риши Кеша, о повелитель чувств и бог богов! Ты вызволил свою мать Девоки из заточения, где она долго страдала от жестокости царя Камсы. И ты уберег меня и моих детей от множества бед, что приходили одна за другой. Итак, таково положение преданных. Девоки, ставшая матерью Кришны, необычная женщина, кто может стать матерью Верховной Личности Бога. Кришна согласится стать сыном только величайшего преданного. В своих прошлых жизнях эта семейная чета совершала суровые аскезы. Когда Кришна появился перед ними и пожелал дать им благословение, они попросили у Него сына, подобного Богу. Где взять другую, такую Личность, которая бы сравнилась с Богом? Это невозможно. Бог значит тот, кому нет равных. Нет никого более великого, а самордва. Это Бог. У Него нет соперников. Никто не может сказать, ты Бог, я Бог, и Он Бог. И Он, нет, это доги, а не Боги. Бог значит не имеющий соперников. Один. Бог один. Ему нет равных. Асамордва. Никто не превосходит Его. Никто не равен Ему. Все ниже. Кришна — единственный Господин, Бог. Все остальные слуги. Будь они Брамой, Вишну или Шивой, великими полубогами, не говоря уж об остальных. В Шастре говорится, что Ему предлагают почтение Господь Шила и Господь Брахма. Это величайшие полубоги. Полубоги существуют. Выше людей находятся полубоги. Так же, как люди стоят выше низших созданий животных, точно так же над нами находятся полубоги. И главными из полубогов являются Господь Брама, Господь Шива. Господь Брама — это Творец этой Вселенной. А Господь Шива — Разрушитель этой Вселенной. И Господь Вишну поддерживает ее. Господь Вишну — это Сам Кришна. К поддержанию этого материального мира участвуют три гуны. Саттва гуна, Раджа гуна и Тама гуна. Каждый из них отвечает за отдельную сферу. Господь Вишну отвечает за Саттва гуну. Господь Брама — за Раджа гуну. А Господь Шива отвечает за сферу Тама гуны. Но они не находятся под влиянием этих гун. Например, надзиратель тюрьмы. Он не является заключенным. Он управляющий офицер. Подобным образом, хотя Господь Шива, Господь Вишну, Господь Брахма заведуют каждой своей сферой, они не подвержены влиянию гун. Мы не должны делать ошибочные выводы. Итак, Хриши Кеша. Хришна является Верховным Повелителем. Хришика. Хришика значит чувство. Мы ублажаем свои чувства, но в конечном счете они находятся под контролем Кришны. Предположим, это моя рука. Я заявляю, я стукну вас кулаком. Я очень горд. Но я не повелитель. Повелитель — это Кришна. Если он отнимет у вашей руки способность действовать, вы станете парализованы. Вы можете кричать сколько угодно, это моя рука, я буду пользоваться ей. Но если она парализована, вы не можете ничего сделать. Поэтому, даже если по милости Кришны у меня есть эта рука, я не являюсь повелителем. Это сознание Кришны. Поэтому здравомыслящий человек поймет, что в конечном счете, если этой рукой управляет Кришна, значит она предназначена для Кришны. Это здравый смысл. Я заявляю, это моя рука, это моя нога, это мое ухо. Даже дети говорят, спросите детей, что это? Это моя рука. Мы можем говорить так, но на самом деле это не наша рука. Она дана нам. Поскольку я хотел пользоваться своими руками, Кришна дал мне их. Хорошо, возьми эту руку. Пользуйся. Итак, это подарок Кришны. Поэтому здравомыслящий человек всегда будет понимать, что все, что у меня есть, прежде всего, эти тела и чувства, на самом деле мне не принадлежат. Мне дали это в пользование. Итак, если в конечном счете все принадлежит Кришне, почему это не использовать для Кришны? Это сознание Кришны. Это сознание Кришны. Это разум. Если мне дано все это в пользование для моего наслаждения, но если в конечном счете это принадлежит Кришне, каждый является неотъемлемой частью Кришны, поэтому чувства каждого также принадлежат Кришне. Итак, когда чувства используются для служения Кришне, это совершенство жизни. И пока они используются для моего чувственного наслаждения, это майя. Поэтому Бхакти значит Криши Кена, Криши Кеша с Эваном, Бхакти Руччате. Криши Кена с помощью чувств Криши Кеша с Эваном. Когда вы служите Криши Кеша, истинному хозяину чувств, это называется Бхакти. Очень простое описание, определение Бхакти. Криши Кеша с Эваном. Криши Кеша с Эваном. Не, Кришика с Эваном. Кришика значит чувство. Когда чувства используются для чувственного наслаждения, это майя. Но когда они используются для наслаждения повелителя чувств, это называется Бхакти. Очень простое определение, понятное каждому. Итак, как правило, в этом материальном мире все пользуются своими чувствами для собственного удовлетворения. Так они порабощают себя. Это майя, иллюзия. Но когда человек приходит к сознанию Кришны, когда он очищается, когда понимает, что в действительности эти чувства предназначены для удовлетворения Кришны, он становится свободным, мукта, мукта-пуруши, освобожденной душой. Когда человек достигает этого положения, мои чувства предназначены для служения господина чувств Хриши-кеши, господин чувств пребывает в вашем сердце. Бхагаладгите говорит, «Я пребываю в сердце каждого». «Я источник памяти, знаний и забвения». Почему так? Потому что Кришна очень милостив. Если я хочу использовать свои чувства таким образом, не свои чувства, их мне дал Кришна. Итак, Кришна предоставляет выбор. «Хорошо, пользуйся». Предположим, у меня есть язык. «Если я хочу, Кришна, я хочу есть испражнения, я хочу попробовать их вкус». «Да», — скажет Кришна, «да, получи это тело свиньи и питайся фекалиями». Кришна повелитель, поэтому Кришна говорит, «Он предоставляет вам тело, напоминает вам, «Мое дорогое живое существо, ты хотела есть испражнение, теперь у тебя есть подходящее тело, пользуйся, и вот тебе и испражнение». Аналогично, если вы хотите стать полубогом, Кришна также дает вам возможность. Все, что угодно. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Если вы хотите занять свои чувства в любом из типов тел, Кришна поможет вам. «Давай, вот тебе тело, бери». Но, используя свои чувства, в конечном счете, мы становимся бесчувственными. Поэтому Кришна говорит, «Сарва-дхарман паритя-джа, не делай этого. Твои чувства предназначены для служения мне, а ты злоупотребляешь ими». Злоупотребляя, ты попадаешь в ловушку разных типов тел. Поэтому, чтобы освободиться от этой утомительной необходимости принимать одно тело за другим и продолжать это материальное существование. если ты прекратишь это чувственное наслаждение и предашься мне, то ты спасешься. Это сознание Кришны. Итак, в настоящий момент наши чувства осквернены. Я думаю, я американец. Поэтому мои чувства необходимо использовать в служении моей стране, моему обществу, моей нации. Великие лидеры, великие те, великие эти. Люди думают, я американец, поэтому у меня американские чувства. Они должны служить Америке. Также думают индийцы и все остальные. Но никто из них не знает, что чувства принадлежат Кришне. Это невежество. Отсутствие разума. Они думают, что сейчас эти чувства это упадхи, обозначение. Американские чувства. Индийские. Африканские. Нет. Это называется майя. Покрытие. Поэтому бхакти значит сарвападхи винир мухтам. Когда ваши чувства освободятся от скверны всех этих отождествлений, это будет начало. вам бхакти. Если я думаю, я американец, зачем мне приниматься сознание Кришны? Это бог индусов. Это глупость. Если я думаю, я мусульманин, я христианин, то вы заблуждаетесь. но если мы очистим свои чувства и поймем, я душа, Кришна, верховная душа, я неотъемлемая часть Кришны, поэтому мой долг служить Кришне, тогда вы сразу же становитесь свободными. Сразу же. Вы уже не американец, не индиец, не африканец, не то, не это. Вы кришноизируетесь. И это то, что нужно делать. Поэтому Кунти Деви говорит, Хриши Кеша, мой дорогой Кришна, ты повелитель чувств. Из-за чувственного наслаждения мы пали в этот материальный мир, рождаясь в разных формах жизни. Итак, мы страдаем и страдаем до такой степени, даже если вы становитесь матерью Кришны, поскольку это материальный мир, она тоже испытывает страдания. Что говорить об остальных? Деваки настолько возвышена, что стала матерью Кришны. однако и она оказывается в трудных ситуациях. И кто был причиной ее трудности? Ее брат Камса. Таков этот мир, попытайтесь понять. Даже если вы становитесь матерью Кришны, то даже ваш брат, ваш ближайший родственник, завистливый. Итак, мир настолько завистлив, что если задеваются чьи-то личные интересы, будьте готовы к тому, что вам причинят беспокойство. Таков мир. Все, даже если это ваш брат, даже отец, что говорить о других? Калена. Кала. Значит, завистливый. Этот мир, мир завистников и ревнивцев. Я завидую тебе, а ты завидуешь мне. Вот что мы делаем. Поэтому это движение сознания Кришны предназначено для того, кто больше не завидует, кто перестал завидовать. Совершенная личность. Завистливые люди пребывают в этом материальном мире. А те, кто не завистлив, находятся в духовном мире. Очень просто. Проверьте себя. Завидую ли я? Завидую ли я своим близким, друзьям и всем? Тогда я в материальном мире. Если я не завидую, то я в духовном мире. Каждый может проверить. Не идет и речи о том, продвинут ли я духовно или нет. Вы можете проверить себя. Например, во время еды вы понимаете, наелись вы, или нет. Вам не нужно получать подтверждения от других. Подобным образом, если вы проверите себя, завидуете ли вы, если это так, то вы в материальном мире. И если вы не завистливы, если вы не завидуете, то вы в духовном мире. Тогда вы можете очень хорошо служить Кришне, если вы не завистливы, поскольку наша зависть началась с Кришны. Например, Майеваде. Почему Кришна должен быть Богом? Я тоже Бог. Я тоже. Итак, это начало материальной жизни. Мы начинаем завидовать Кришне. Почему Кришна должен быть наслаждающимся? Я буду наслаждающимся. Почему Кришна должен наслаждаться гопи? Я стану Кришной и буду наслаждаться. Заведу себе общество гопи. Это Майя. Никто не может быть наслаждающимся. Поэтому Кришна говорит, Бог Тарам Ягин, Шри Кришна единственный наслаждающийся. И если мы предоставим ему условия для его наслаждения, то в этом совершенство нашей жизни. А если мы хотим подражать Кришне, я стану Богом, я стану строить из себя наслаждающегося. Тогда вы в Майя. Например, жизнь гопи. Кришна наслаждается, а они предоставляют ему для этого все необходимое. Это Бхакти. Мы предназначены. Кришна дает слуга и учитель. Господин снабжает слугу всем необходимым. Но обязанность слуги служить Господину. об этом говорят веды. Кришна предоставляет вам безгранично все необходимое для жизни. Ни в чем нет дефицита, экономической проблемы не существует. Просто старайтесь служить Кришне. Всего хватает, потому что он Хриши Кеша. Если Кришна желает, вы можете получить все в изобилии. Например, в вашей стране всего хватает в других странах. Я ездил в Швейцарию, там все импортное, своего ничего нет. В изобилии только снег. Набирайте снега, сколько хотите. Подобным образом, все повинуется воле Кришны. Если вы становитесь преданным, то получите изобилие не снега, а пищи. Но если вы не станете преданным, все будет покрыто снегом. Небо затянется тучами. Все под контролем Кришны. На самом деле, дефицита ни в чем нет. В дефиците только сознание Кришны. Если вы начнете сознавать Кришну, то всего будет вдоволь, ни в чем не будет нужды. Таков метод Твоя Ахмушикеша. Здесь говорится, мир полон опасностей. Но Кунти Деви говорит, «Но поскольку Девоки твоя преданная, ты спас ее от страданий, чинивых ей залезливым братом». Как только брат услышал «Сын моей сестры, восьмой сын моей сестры убьет меня», он был готов на месте убить Девоки. Но муж Девоки успокоил его. Долг мужа оказывает защиту. «Мой дорогой Шурин, почему ты завидуешь своей сестре? В конце концов, не твоя же сестра убьет тебя, ее сын убьет тебя? В этом проблема. Поэтому я отдам тебе всех ее сыновей. И ты можешь делать с ними что хочешь. Зачем ты убиваешь эту невинную девушку? Только что вышедшую замуж. Она твоя младшая сестра, она как дочь тебе. Ты должен защищать ее. Зачем ты так поступаешь? И Камсу успокоился. Он поверил Васудеве в том, что тот принесет ему всех сыновей. Если захочешь, ты можешь убить. А Васудева подумал, нужно остановить его сейчас. В конце концов, когда позднее у Камсы родится племянник, он может забыть о своей зависти. Но он не забыл. Да, он убил всех сыновей и держал сестру и зятя в тюрьме. Баддхья атичирам значит долгое время. Он был спасен. Девуки была в конце концов спасена. Подобным образом, если мы занимаем положение Девуки и Кунти, Кунти, ее сыновья, Панча Пандава, пятеро пандаов, после того, как она стала вдовой, Дритараштра строил козни, как убить этих детей моего младшего брата, потому что волею случая я оказался слепым, поэтому не мог получить трон. Мой младший брат получил его. Теперь он мертв, поэтому по крайней мере мои сыновья должны стать наследниками. Такова была политика Дритараштры. Я не мог получить. Так думает материалист. Я буду счастлив. Мои сыновья будут счастливы. Моя община будет счастлива. Моя нация будет счастлива. Это расширенный эгоизм. Никто не думает о Кришне, о том, как Кришну сделать счастливым. Все думают о своих интересах. Как мне стать счастливым? Как осчастливить моих детей, мою общину, мое общество, мою нацию? Это борьба за существование. Вы найдете это везде. Это материальный мир. Никто не думает, как сделать счастливым Кришну. Поэтому это сознание Кришны очень возвышено. Попытайтесь понять это. изучая Бхагаватам, Бхагавадгиту. И Хришикена, Хришикеша Севана. И займите свои чувства в служении Господину чувств. И тогда вы станете счастливыми. спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Субтитры 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 Субтитры